Всех, кто сегодня пришел на чайную церемонию, угощали исключительно яблочным чаем с примесью целебных трав. У татар есть поговорка «Чайный стол – душа семьи». Этим самым подчеркивалась бесконечная любовь к напитку и его большое значение при любом татарском семейном застолье. При этом Казань являлась европейской столицей чая. Именно через Казань проходил так называемый караванный путь караванного чая в Европу. И одним из тех, кто прославлял, занимался рекламой этого караванного чая, был никто иной, как великий татарский порядок Тулат-Ухай. Чайную традицию невозможно представить без самовара. Антиквары представили экспонаты из своей уникальной татарской коллекции. Говорят, как и сам напиток, издавна этот предмет сервировки пользовался большим спросом. Цена зависела от металла, из которого он изготовлен. Это отображало уровень достатка, благополучия и почтения хозяев, гостям чайного застолья. В республике Татарстан тоже производили самовары. Николай и Володин, 1870-х годов. Он очень редкий самовар. Вот у нас самовар кукмурский. Произведено кукмурой. Здесь написано «Николай, Володин, кукмур». По форме он пуля. Видите, он идет так, засоренный вот здесь, как пуля. Ценителей напитков в зале музея-заповедника собралось немало. Даже мест на всех не хватило. Среди них оказался житель Альметьевска – Марсель. Прогулка по Кремлю привела его на чайную церемонию. Чай, по моему мнению, это символ татарского народа. Вот даже, взять пример, у моей семьи принято пить чай. Мы собираемся вместе, и, знаете, чай передает именно вот эту атмосферу теплоты душевной. По словам чайных экспертов, заваривать напиток лучше на природных травах. Пить горячим мелкими глотками, вдыхая аромат напитка. Держать чашку принято только в правой руке. Существовало негласное правило – в гостях нужно выпивать не меньше трех чашек. Эдуард Гемодеев, Айгуль Незамуддинова, Игорь Бызов. Эфир 24.